Всем привет! Сегодня у нас видео интересное. Я бы назвал его «Секреты Osmo Mobile». Я им пользовался года полтора-два, наверное, этим. Ну, может быть, не два, год-полтора точно. И хочу поделиться опытом использования. То есть она рабочая, всё в порядке, просто пришлось разобрать, потому что случилось непредвиденное. Вот видите, вот тут хорошо оська ходит, а вот здесь оська начала клинить. Начала клинить. И я решил разобрать Osmo Mobile. Задача оказалась не очень-то лёгкой, потому что нигде в интернете, честно сказать, я не нашёл варианта, как разобрать Osmo Mobile. Вот на этой оси возникли проблемы. Она начала почему-то очень туго крутиться. И знаете, что обнаружилось? А я покажу. Вот обнаружилась вот такая штуковина. Сломалась. Чисто сломалась внутри. Допускаю, что, может быть, был какой-то удар или перегруз. То есть, если посмотреть вот сюда, вот тут вот вверху сломана, эта запчасть вывалилась, вот видите, вверху сломана. И она как бы вышла, выдвинулась из этого паза, и при вращении получалась очень большая нагрузка. Ну, тёрла. Короче, двигатель, моторчик этот не справлялся с нагрузкой. Грелась очень, очень сильно грелась вот этот узел. В результате, что мы имеем? Я вам расскажу, как её разобрать, потому что в интернете я не нашёл. Разбирается всё очень сложно, на самом деле. Есть такой секрет у Osmo Mobile. У меня вот в этой штуке, какое-то время спустя пользование, ну, наверное, там, я не знаю, пользовался я год, начало вот тут люфтить. Оказалось, всё очень просто. Надо вот здесь, вот эту крышечку открутить. Смотрите, она откручивается. И вот тут есть винтики. Берётся под крестик. И вот подтягиваются вот эти вот, вот эти штыковины подтягиваются просто. И всё закручивается назад. После вот этих вот лёгких манипуляций всё встало на свои места. И этот узел перестал люфтить. Видите, он нормальный узел. О, шикардос. Всё чётко. Далее. Как разобрать вот этот вот узел? Самый сложный для разборки оказался узел вот этот вот. Тут всё крепится винтиками. Видите, три винтика плата. Здесь идёт шина на двигатель. Вот она шина. Её можно не снимать. Ну, а разъём, вот этот вот клей, клей отцепил. И разъём выбрал. Но чтобы его разобрать, в чём сложность? Оказывается, вот здесь вот, видите, винтики есть. И они, пока их не выкрутишь, вот эта штука не снимется, крышка. Ну, то есть, чтобы снять, надо, показываю, вот крышечка, которая закрывает вот эту вот. Видите? Вот она тут вот, крышечка. Вот она тут. Трудно всё это так показать, но смысл понятен. Что вот здесь вот крышечка, и на ней имеются вот винтики. Раз, два, три. Крепёжный винтик. Чтобы снять эту крышечку, надо отодрать вот эту вот заглушечку. Она так плотно, плотно, плотно. Видите, я её тут обцарапал всё. Потому что иначе, ну, нереально было её снять. Настолько плотно, качественно приклеено. Вот так должно быть его. То есть, отдираем вот эту вот штучку. Наклеена. После этого выкрутируем венчики тут три. И открывается тогда, открывается вот этот узел. Здесь есть ещё такая беда. Люфтить начинает вот эта вот штука. Вот эта. Тут есть декоративная заглушка вот такая вот. Вот она. Она ставится вот сюда. Но я её потом поставлю. Сейчас я её не буду ставить декоративная. Она снимается просто декоративно. Под цепи чем-то, ножичком каким-то. И декоративно она снимется. И вот здесь могу показать. Здесь есть тоже два винтика. Видите? Вот он один. Ну, не знаю, видно, не видно. Очень плохо, наверное, видно. Однако, вот тут он один. И вот второй. Два винтика, которые надо вот тоже подтянуть. Офигенно подтянуть. Тогда вот этот люфт, он уходит. После того, как всё это сделали, теперь у меня, значит, нет проблем с... Мы будем собирать этот модуль, скорее всего, да? Который уже можно считать исправленным. Здесь просовывается просто через, 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 через отверстие. Вставляется эта штука. И вот с виду он мягко ходит. Теперь мы ставим вот эту гаечку. Тут есть такая гаечка. И она тоже через разъём просто вот так вот через... Ну, как он тут? Чё не лезет? О, пролезла. И теперь затягиваем эту гаечку. Сейчас посмотрим, что получится. О! Пошла. Пошла, пошла. Ну вот она вот так будет ходить. Нормально. Надо взять этот ключик. Для того, чтобы скрутить это всё дело, понадобится вот такая головочка накидная на девяточку. на девять. То есть не стандартная головочка, не десять, не восемь, а именно девять. И вот сейчас мы на коленке, что называется, и соберём вот это дело. Она кидывается, и вот подтягивается до плотности. Закрутил. Думаю, ещё подтянуть надо чуток, да? Ну вот. Вроде как плотно. Не, перестарался, смотрите. Очень плотно. Очень плотно. То есть надо, чтобы свободно ходило, но не было люфта. Опс. Втягиваем. Ну, тоже. Думаю, что сильно. Ещё надо тут вот чуток. Так. Во. Да, под своим весом вот она сейчас ходит. Хорошо. Так, ну вот. Значит. Вот. Значит, теперь мы имеем вот этот вот проводок, который нам надо будет одеть разъёмчик. А пока пропускаем его сюда в центр и крепим, крепим. Вот она встала, всё встало, всё супер. Конечно, полной уверенности в 100%, что у меня всё заработает и всё то, что я сейчас предпринимаю, но никакой уверенности у меня нет. Я это делаю на свой страх и риск первый раз. Вариантов просто нет. У меня есть такая же штука вторая, то есть, ну, эта штука себя отработала уже, честно сказать. Поэтому, исследуя давней логики и традиции, что выкинуть мы всегда её успеем, правильно? Прежде чем выкинуть, надо попытаться что-то с ней сделать полезное. Поэтому вот сейчас именно та попытка, которая... именно та попытка, которая предпринимается для спасения этой штуковины, этого подвеса Osmo Mobile. Первый Mobile мне нравится больше, чем второй. Почему? Потому что, ну, во-первых, первого меняется аккумулятор, как известно, да, вот здесь. Сейчас его нет, конечно. У второго он там как будто бы вшит, не очень удобно. У меня есть три аккумулятора, поэтому, когда встал вопрос с сменой стабилизатора, я даже не раздумывал, я опять купил первый, а не второй Mobile. Во-вторых, во втором Mobile есть такая фишка, как портретная съёмка. То есть, он предусмотрен для блондинок, как я смеюсь, извините, блондинки. Но это факт. То есть, в нём есть режим, во втором, который в этом, в первом, значит, режим только вот этот. Есть его стандартный, портретный, альбомный. А у второго как-то он, чинь, можно вот так снимать в каком-то режиме, там сделано, что... Ну, короче, ерунда, придумано, что есть режим вертикальный. Я им пользоваться не буду тысяча процентов. И платить деньги за то, что там кто-то придумал этот режим, ну, как бы глуповато. Поэтому и даже мысли нет, брать этот второй Mobile Osmo. Мы собрали эту штуку. Разъёмчик вроде бы встал. Я уж не знаю, насколько там чётко всё встало. Но, по крайней мере, сейчас, вот смотрите. Тут свободный ход. Тут свободный ход. Тут свободный ход. Так, и тут свободный ход. Везде свободный ход. Это радует. Офигенно. Потому что, собственно, этого... Тут уже можно закрыть. Здесь у нас никаких проблем нету. Соответственно, эту заглушечку. И, кстати, вот тут у меня уже была проблема. Вот эти заглушки, они вылетают, бывает. Они просто на клеё, видите? Просто пластмассовая заглушка и металлическая шайба здесь стоит. Вставится это вот так. На защёлках просто. Вставляется. То есть, если разбирать, надо выкрутить один винтик. О! Вот. Защёлкнуть. Вот она защёлкнулась. О, как плотно, видите? Вот она закрылась. А если что, ножичком надо подтирать. Выкручивать вот этот винтик. Сейчас мы его закрутим, кстати, сразу. Вот здесь на клею всё держится, видите? Вот заглушечка поставилась. Вот и всё. То есть, она чисто на защипах тут сверху держится. Вот мы её поставили. И всё. Вот она полностью в сохранности. А это на клею. Здесь такой клей липучистый. Пока снимал, я её погнул. Но надеюсь, что... Сейчас мы её закрутим. Ставим на место. Вот. Вот. Вот так. Ну, примерно так. Ну вот. Худо-бедно всё собрали. Теперь оно всё работает. Посмотрим. Аккумулятор поставлю. Тогда будет видно. Ничего я не нарушил. Или нарушил. Ну, или тогда выкинуть. Реально выкинуть. Значит, ключевые моменты. Чтобы разобрать, надо подцеплять вот эти вот заглушки все. Под ними винтики. То есть, всё очень просто оказывается. И вот это вот крутится. Вот эта вот главная штука. Под ней тоже винтики. Все люфты убираются. Здесь. Здесь. Всё. Их держится на заклёпках. Всё. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok